я сразу приступлю к сути сразу приступлю к сути потому что честно говоря здесь первый абзац моего доклада посвящен немного самому феномену эсэс такие размышления но как бы об говорилось только наверное одно рассуждение скажу что если для нас то что для нас западных исследователей считается измененным состоянием сознания то для востока для восточных людей для восточных философов это как раз обычное состояние сознания то есть то которому стремятся и которое обычное ну я не буду здесь в это углубляться в терме об этом много говорилось мы просто прямо к предмету моего исследования начну с утверждения которое оскорить трудно так называемые настоящие поэзии сопровождает особое осознанное эсэс что я называю настоящей поэзии конечно же такого термина не существует настоящая или истинная поэзия можно сказать что это это не литератургический термин а чисто относительное понятие так называем стихи написанные сердцем душом душой но не умом следует заметить что из такой исследователь как костюков размежевывает стихи поэзию он пишет стихи это способ речь и форма записи нет рифма как вариант отказ от метра и рифмы поэзия же это собственно то что обычно выражается стихами перефразирую я это скажем так стихи рассматривается как инструмент как орудие создать создание поэзии поскольку я очень близко как интересуюсь и живу с украинской поэзии то первую очередь всплывают строки лена костенко известной современной поэтессы переводе так еще слов нет поэзия уже есть ну если украинский на украинском языке там будет ритм счастливный ма поэзия уже я можно понять конечно то есть например другой из этого лететь но это по тарту я цитирую крик не сказал что творчество по сути и по происхождению превербально и бессознательно то есть поэзия это некий некое состояние некое состояние души которая сначала она а потом уже это оформляется в слова ну очень много то есть с название статьи доклада наверное понятно что очень много что я буду здесь говорить но базируется на личном опыте потому что я пишу стихи на украинском языке с 12 лет ну по парочку написала на китайском языке и помню только одно единственное на русском это было посвящение мы просто не сказали что я рассказала сильно она синолог она знает китайский язык и на китайском я не буду здесь судировать я свои не помню но и не так много есть я здесь будет так переплетаться немного примеры с украинской поэзии и с китайской в общем контексте в общем я вот хочу привести такой риторический вопрос из статьи сергея владимировича пакового который меня заинтересовал и попытаюсь на него ответить сначала совпадает ли субъект находящийся по сс обычном состоянии сознания самим собой и сс измененном состоянии сознания но тут не не прибегая к очень скрупулезным очень глубинному анализ этих этих таких вот рассуждения например безусловно физическое тело например моё на своем своем примере физическое тело дом написания стихотворения которое пишется и сс и во время написания этого стихотворения и после написания его, когда это ЕСС еще продолжается, конечно же, физическое тело то же самое, но если не принимать во внимание различные, возможно, биохимические процессы. Но психическое тело. Древние греки тесно связывали процесс поэтического творчества со своего рода сумасшествием, с болезнью духа, так называемой. Считалось, что душу слагающего стихи человека захватил демон. Ну и такого человека, прямо говоря, боялись, от него все убегали. И здесь, здесь, что интересно, это внутренняя форма слова, ну это уже, конечно, наш язык, сумасшествие, то есть это человек с ума сшедшей, он как бы ум, как инструмент познания, как это, значит, такой своеобразный цензор, который, ну, все время контролирует то, что мы думаем и не думаем, он с этого с ума как бы сошел, тогда он стал сумасшедшим. Интересно, что в украинском языке это же самое слово сумасшествие звучит как божевилья. Божевилья. Вильный это воля, ну, свободный. То есть здесь, возможно, два, ну, два варианта этой этимологии. Либо человек, либо свободный от Бога, то есть от моральных обязательств, якобы предписанных Богом, либо же свободный вообще. Возможно, слово произошло воскресание «Боже, я лидный», «Боже, я свободный», то есть я вообще отошел от социума. Итак, в общем, о чем я говорила, то есть я говорила о древних греках, которые считали это состояние своего рода сумасшествием. Здесь же опять напрашивается такая, возможно, далекая аналогия с ассоциацией, ассоциацией с Востоком. Древние даосы в неустанных поисках бессмертия, практикуя внутреннюю алхимию, направляли ци в одно из киноварных полей, так называемых дантян, где разные виды ци при помощи дыхательных упражнений, визуализации, созерцания как бы сплавлялись, соединялись, образуя бессмертный зародыш, сянь-тай, зачаток будущего бессмертного тела адепта. Это я цитировала Лу Хуан Юя. Развивая эту ассоциацию, можем заключить, подобно тому, как бренное тело даоса становилось бессмертным путем принесения в него бессмертного зародыша, так и обычное человеческое я на время творения превращалось в нечто бессознательное. В нем будто бы провождалась его божественная природа. Для этого поэт должен был на время выйти за рамки социума существования в мире материальных ценностей и таким образом избавиться от ослепления богатствами, желаниями, материальными благами и т.д. Можно также предположить, что именно в этот способ божественная высшая силы открывает индивиду его же истинную сущность. Здесь вспоминается концепция романа Макса Вебера «Мы не боги», когда вот эти высшие силы боги приходили в мир людей через знамения, через вещи и знамения, через жрецов, через такие всякие мистические вещи. Эти примеры о какой-то, может быть, сверхприроде поэта и о принесении чего-то нового во время творения, эти примеры у меня родились на основе такой титаты Ивана Яковлевича Франка, который писал еще в конце XIX века. Он писал, что есть как бы два, в общем, цитирую, «Поэтическое творчество — суть нечто разнородное с обычным человеческим «я», приносит в него нечто особенное. В такой скомплектованной психологической деятельности, как поэтическое творчество, бессознательный элемент может играть важную или может быть главную роль». Следующее такое моё заключение — то, что, вот тоже, наверное, больше из личного опыта, я пытаюсь как бы это проанализировать, что особенно, знаете, как последние годы, когда я стала над этим задумываться, вот это вот ИСС, в котором я пребываю, когда пишется, когда приходят свыше, ну, когда как бы диктуются слова, и когда приходит стихотворение какое-то, мне кажется, что я его осознаю. Но вот как было сказано в какой-то предыдущем докладе, что, например, самадхи — это не ИСС, потому что мы не уточняем контроля. То есть, если оно осознанное, ну, если на эту позицию встать предыдущего какого-то вчера докладчика, то получается, что это вовсе не ИСС, если оно осознанное. И вот интересно в этом ключе такие рассуждения. Вот, ну, поскольку я могла перевести буквально три строчки, когда я написала такие, ну, верни, прям, то есть не ритмизировано, после страданий приходит осмысление, придавливая ощущение растворения в окружающем. Возможно, оно немного коряло, потому что по-украински, наверное, это лучше звучит. В общем, идея в том, что когда я начинаю осмыслять, когда я как бы ловлю себя на мысли, что вот, пришло какое-то измененное состояние сознания, пришло какое-то осознание, то оно тут же ускользает. Здесь опять же можно привести ассоциацию с буддизмом, что вся жизнь, ну, за буддизмом, вся жизнь подобна бегу по тонкому льду. И остановка на миг, то есть остановка с осознанием этого, что ты бежишь по тонкому льду, это, ну, это как бы гибель, то есть это уже всё, это уже конец. То есть здесь и сейчас мы только должны в этом моменте жить, здесь и сейчас, а не в будущем или в прошлом, как это присуще нашему разуму. Поэтому получается так, что само осмысление, ну, само даже слово «осмысление» мысли, с помощью ума мысли, само осмысление этих эсэс или чего бы то ни было, любого другого состояния, оно как бы рушит гармонию постоянного движения в самой жизни, потому что, когда постоянное движение, мы как бы пребываем в вечно движущемся потоке бытия, а само осмысление — это уже как бы остановка. В чём же заключается сущность истинной поэзии, ну, как относительно такой термин, истинной поэзии написанной в эсэс, в измененном состоянии сознания? Попробуем, ну, попробую привести несколько примеров, которые подтверждают то, что, ну, в общем, идея, наверное, не нова, что сущность поэзии — это космические вибрации, ритмы, некая духовная информация, транслируемая через поэта высшими силами. Ну, значит, в этом ключе, конечно же, по большому счёту, всё равно, какая будет тематика, то есть о чём будет поэт писать, ну, либо о любви, либо о природе, ну, можно сколько угодно примеров приводить, то есть посредством конкретного предмета стихосложения, природы, философии, политика и так далее. Чувство поэт призван передать некую духовную информацию, ведь невозможно выразить ритмы или импульсы, нечто духовное через самое себя, без реального предметного воплощения. То есть нельзя даже подумать о чём-то, ну, не говоря уж, написать, не оговорив это, не выразив его словами. В этой связи слова, они как бы, будто препятствие на пути к непосредственному ощущению действительности. Ну, это я немножко дальше, потому что тоже с китайским буду анлокию приводить, и немножко дальше об этом скажу. Таким образом, стихописание есть, здесь опять цитирую Костюкова, есть перевод внутреннего стихотворения в слова. То есть сначала приходит вот эта поэзия, вот это состояние, о котором говорилось в начале доклада. Очень часто, даже, ну, много, все китайские поэты даже пишут, я вот познал истину, но не знаю, как её словами выразить. То есть очень часто, как бы, не хватает слов. Есть какое-то состояние, хочется что-то сказать, но не подбираются слова, или же подбираются слова не те. А потом вот поэт, это своего рода переводчик, он потом переводит эту какую-то информацию уже в слова, уже вербально. Интересно, что служит импульсом, что толкает, служит толчком к побуждениям, к стихописанию, к стихотворению. Известно, что, ну, я думаю, из присутствующих есть тоже люди, которые пишут, известно, что любая такая насильственная попытка что-либо написать, или такая, ну, как бы, мучение даже, ой, что же ничего не пишется, и вот хочу что-то написать, она оканчивается фиаско. То есть в лучшем случае это будет искусное или же искусственное конструирование стихотворения из надуманных слов, образов и ритм. То есть можно написать очень красиво, очень в рифму, очень всё красиво, в метафор и всё, но это не будет там души, не будет настоящей поэзии. Но, конечно же, этот, ну, условный такой термин словосочетания настоящей поэзии, он конситивный, конечно же. Так вот, я вот говорила об этом импульсе, что даёт начало самого стихописания. Например, русская поэтесса Надя Делаланд, ну, это псевдоним, она родом из Ростова-на-Дону, а живёт в Москве сейчас, она так пишет, «В процессе создания стихотворения передичен импульс. Это такое невесомое ощущение, которое даже не с чем сравнить, но оно безошибочно опознаётся». Приведём очень далёкую аналогию с западным видением основы мироздания, теория Великого взрыва. То есть, подобно тому, как мир в своём разнообразии начал с посединой точки импульса неизвестного происхотения, так и стихотворение, как произведение искусства, созданное людьми, но не являющееся проявлением человеческого интеллекта, начинается с некоего импульса, посылаемого поэту высшими силами мироздания. Конечно же, имеется множество примеров на подтверждение этой, наверное, не гипотезы, а этого осуждения. Например, украинская поэтесса Анна Игнатенко. Это такой известный в её жизни такой факт, что она уже в пожилом возрасте возле кровати ставила тумбочку, ну, в пределах достигаемости рукой, она тумбочкой вешала сверху карандаш. То есть, если вдруг, знаете, как Менделеев проснулся ночью или утром проснулся и придумал эту таблицу, она ему пришла во сне. То есть, если вдруг ей ночью что-то приходило, она быстро хватала этот карандаш, который висел на веревочке сверху, и что-то записывала на веревочке. Вот. Далее можно вспомнить, как, например, в Душа или в каком-то другом месте уединения приходят стихи, гениальные идеи и открытия. Далее. Далее. Очень часто во время дневной суматохи, вот я очень часто раньше писала в метро стихи, можно сказать, записи музы, так, в кавычках, в телефоне или на клочках бумаги из блокнотика. То есть, это всё потом интересно, что после смерти великих поэтов это всё возводится в культ, и вот в музеях выставляются эти клочки бумаги, на которых якобы этому поэту пришла муза. В общем, это всё может быть подтверждением того, что это необычность. Сейчас сколько минут? Пять? Ну, в принципе, всё. Минуты две-три. Ну, давай, давайте. То есть, это как необычность такого прихода музы, что свидетельствует о том, что этот поэт является неким таким транслятором высших сил мироздания с землёй. Например, современный украинский поэт Игорь Павлюк говорил, «Если молитва — это разговор с Богом напрямую, то поэзия — это разговор также с Богом, но как-то ещё и с людьми одновременно». Я хотела ещё всё-таки обратиться к китайской поэзии и сказать, что вот то, что я вспоминала о словах, о языке, как в таком своеобразном барьере между нами, между людьми и действительностью, и объективной действительностью, то есть том, что мешает нам воспринимать действительность непосредственно. Слова, по сути, — это лишь пустые фонетические оболочки, ярлыки объектов и явления окружающего мира. Именно эти пустые звуки отделяют нас от реальности, мешая соприкасаться, взаимодействовать с ней непосредственно. Реальность, как она есть, и вербальные названия этой реальности — одно из бесконечного множества проявлений и постасей «инь» и «янь» соответственно. То есть «инь» — это смысл, суть, значение, а «янь» — это форма презентации, то есть это «есть», это форма слова, эти фонетические оболочки. То есть даже сам факт называния чего бы то ни было является разделением мира. Ну, а принцип, который тоже уже упоминался, Грофа, о холономности Вселенной, то есть о целости, единстве, то есть это как раз неразделение. То есть уже самим фактом называния что-то мы от этого отходим. И, понятное дело, стремимся назад к этому вернуться. Ну, если уже всё, то... Мне кажется, что другие больше говорили. Или это только так кажется? Мы не успеваем, да? Мы же тоже пытались. А, пытались. Просто я слушаю. Ну вот, ещё, просто самое интересное, что о китайской поэзии, потому что я китеист, вот всем известна даосская концепция недеяния, противовесдеянию, увэй, недеяния противовесдеянию и увэй. Так вот, вот эта даосская концепция недеяния, проекции на поэтическое творчество, означает переход от манипулирования словами в состояние образного мышления, то есть чистого невербального восприятия. И поэтому я твёрдо стою на тех позициях, что именно китайская поэзия, как никакая другая, я имею в виду, не иероглифическая, никакая другая из европейских и других, ну, не иероглифических, она стоит ближе всего к образному восприятию, потому что иероглифы — это картинки, в которых запечатлено восприятие мира, мировоззрения. И рецепиент, конечно же, это в первую очередь касается китайского читателя, китайского рецепиента, он, читая эти иероглифы, воспринимая зрительно, он воссоздаёт эту образную картину мира. В общем, вывод из этого всего. А, я ещё хочу привести ещё последнюю цитату, ещё одну цитату Ирины Костенко. Ну, могу сначала на украинском. «Я дерево, я снег, я всё, что я люблю, и, мабуть, це и е, моя наивысшая сутность. Я дерево и снег, я всё, что я люблю, и, наверное, это и есть моя высшая сущность». Первая строчка, получается, как раз «брист», а вторая нет. Это нет без перевода. Да. Ну, примерно. То есть, это как подтверждение того, что слияние этого, слияние субъекта и объекта, то есть, как писал Мацуа Басё, «хочешь нарисовать сосну с Таньею». Ну, и таких примеров очень много. Как высшее, ну, такое тоже, вхожение в такое состояние. В общем, как вывод из этого всего, можно сказать, что, ну, понятно, что феномен поэтического творения свят, яснейшим образом связан с ИСС. К тому же, это, я бы сказала, особая поэтическая ИСС, пребывая в котором, поэт способен воспринять некую невербальную информацию, посылаемую ему свыше, Богом Бошественным, Высшими Силами Мироздания и так далее, как бы это ни называли, перевести её на язык своей культуры и таким образом транслировать далее доцепента. Ну, если задаться вопросом, зачем всё это нужно, то можно сказать, что творчество это, оно имеет и целительную силу, то есть и катарсис, и, ну, и в общем, всё хорошее. И где-то ещё такое прочитала, что Божественная природа творчества, как такового, является единственным возможным способом выживания человечества. Дополнительно. Спасибо. Ты уже пораналитяльно, молодец, поэтическое состояние сознания. Ярослав, вот такой вопросик, немножко мой личный, вот ты, когда пишешь стихи и входишь, соответственно, в эсс, судя по твоей жизни, вот как бы ты это смогла описать, если это вообще возможно? Что ты при этом ощущаешь, переживаешь? Во-первых, я переживаю, что обязательно должно быть под рукой ручка и бумажка. Поэтому, когда вчера я прошла в театр, и меня забрали в рюкзак, я очень переживала, что не будет... Ну, просто, ну, правда, желание просто, вот как оно приходит, нужно сразу записать, потому что я потом могу не вспомнить. Я, ну, правда, такое очень странное ощущение, что вот мне приходит прямо строчка, потом и слово какое-то, и ум, он контролирует. Ум контролирует, говорит, например, нет, не пиши это слово. Но я понимаю, что это ум, который цензор, который нужно отбросить. То есть я понимаю его присутствие, и понимаю, что не нужно его сейчас здесь сюда пускать. То есть кто-то диктует, но это много поэтов говорят. Дисточное вдохновение, как это ты ощущаешь? Откуда это? Не, ну, правда, просто все поэты, много в этих кругах украинскими поэтами общаются, говорят, что как кто-то диктует, там, не я пишу. Нет, не я пишу, это мной пишут. Пожалуйста. Такой дискурс, может быть, даже не вопрос. Получается, что если слово разоблачает и убивает, прекращает изменение состояния сознания, тогда в чем состоит прагматика поэзии вообще? Батай бы торжествовал при этом. То есть я просто вас спрашиваю, в чем тогда прагматика лично вашей поэтической деятельности? И не хотелось ли вам в чистом виде созрцать то божественное откровение, которое на вас нисходит, и не прекращать его с помощью какого-то облачения в другую форму звука, звука, буквы и анемы? Ну, этим вопросом я также задавалась. То есть... Нет, ну, последний ваш вопрос. Ну, не было такого у меня намерения не портить это с помощью звука. Наоборот, это такое удовлетворение. Вот я написала, я какая-то радость, счастье, не знаю, что я это вылила, это высказала, то, что оно пришло. Я также задавалась таким вопросом, зачем тогда пишут стихи, если эти слова, они нас отделяют от объективного мира? Ну, просто поэты, я... Поэты хотят выразить это состояние. Ну, наверное, поделиться, наверное, какой-то здесь альтруизм. Возможно, поделиться с другими, чтобы и другие это испытали. Но потом это уже, конечно же, сколько рецепиентов, столько и интерпретаций, ну, множество интерпретаций. И, конечно же, никто так не воспримет, не воспримет то, что я написала, и никто так другой. Наталья Суновна, вот это поэт сравнивается часто с пророком, да, начиная с Ольги Пушкина. То есть, вот не бывало ли у вас так, вот, ну, у меня-то бывало, что что-нибудь напишешь, какой-нибудь стих, да? А потом это воплощается через некоторое время. То есть, смысл в том, что мы как бы просто видели, узнаем вот эту линию, куда направлено наше сознание, подсказывая наше тело, да. И таким образом мы выражаем для того, чтобы осознать вообще, куда мы идем. Вот это вот, ну, вот это вот, поэт-пророк, да, парадигма, может быть. Нет, у меня не имеет смысла ее рассмотреть. Как бы для других, поэт опять же пишет для других, для того, чтобы как бы показать на каком. Ну, это общественная такая функция. Нет, ну, личная для себя. А, пожалуйста, Полина. Мне вопрос, можно такое заполнение. Я думаю, что прагматика, поэзия, она существует для читателя, но не для поэта, потому что поэт пишет просто потому, что не писать не может. Если можешь не писать, не пиши. Это, по-моему, правило для всех. А если не можешь не писать, тогда писать приходится. Не какой-то прагматики. А для читателя, конечно, прагматика есть, потому что через стихотворение подключаешься к тому, к чему подключался к поэт, вот и все. Если бы я стараюсь немножко... А, Кайф, на дискуссии, пожалуйста, нет. Еще один минут. Полет. Ну, такой вопрос. А удалось ли все-таки какую-то практику вот то отлавливание вот этого поэтического улыбновения? Потому что я, например, много экспериментировал с тем, что когда я засыпаю, когда я начинаю засыпать, да, какие-то образы сами с собой приходят и пытаться как-то с этой стихией перелать. Мне иногда это получалось, но это меня... Я не смог бы привести к какой-то практике. Есть ли какой-то опыт вот проведения такого, что вот нужно, ты сел, сделал. Это всегда вот приходит или не приходит. Я тебе не знаю. Ну, стихами. Именно стихами нужно сел, сделал, да? Ну, в принципе, да. Если вы поедете, может быть, какие-то другие случаи. Именно что? Это можно вызвать. Дохновение можно вызвать. Ну, это все... Может, йога помогает? Йога помогает? Ты занимаешься этим? Ну, йогой-то занимаюсь. Нет, ну, это просто все меняется. Жизнь длинная. Но у меня тоже было перед сном, тоже было что-то такое. А так, ну, особых нет. Я можно задать вопрос? Как Вы считаете, может быть, поэтический образ сканирует реальность и подсказывает то, что он увидел, а потом другие замечают вслед за ним, что это явление и есть? Как Вы думаете? Ну, это же перекликается с тем, что Вы сказали. Наверное, что-то я не очень понимаю. Наверное, так и есть. Наверное, так и есть. Наверное, так и есть. Слушайте, вот, да, касались такого достаточно основополагающего понятия для написания стихов как вдохновение. Вот источник вдохновения не местного расположения, а то, от чего Вы вдохновляетесь. И что, как Вы сказали, вдохновение всегда приходит на вдохе. А, потому что вдох, да? Нет, не потому что вообще, да, то есть вдохновиться, очароваться чем-то, что-то убить. То есть у Вас, Вы говорите, что идет тиктовка слова, то есть слово первичное, да? То есть вообще, по мне, стихи — это попытаться от чувства выразить слово и донести его до другого. То есть что-то неописуемое описать и как-то сконвертировать. А Вы говорите, у Вас идет импульс, то есть импульс вдохновения, это одно и то же или нет? То есть что является источником вдохновения? Ну, я поняла. Или просто выходит изнутри слова? Это другое. Я поняла. Я так скажу. Это гармония, ну, внутренний покой, гармония с самой собой, ну, со своим естеством. Ну, то есть, когда такая вот самотока, в любом биом, то нет. Это, конечно, невозможно. И я тогда, наверное, понимаю, что Вы хотите услышать, это то, что вот, когда у меня такое состояние внутреннего покоя, гармония, неспешка, я так успокаиваюсь, тогда, наверное, ну, ближе как-то я к своей истинной сущности, ну, а истинная сущность, ну, кто там, я не философ, с философом кто-то говорил, что он как божественная сущность человека, то есть, я так понимаю, что это... Ну, что Вы как чувствуете? У Вас идет сначала чувство и облекаете слова, или все-таки идут слова, и чувства там, как-то они являются для этого возникновением? Ну, не знаю. Я так не могу... Нет, что-то не могу. Это сразу осмыслить. Ну, вот так, ну, вот, когда такое спокойствие, гармония... Ну, допустим, вот есть стартовение, человек чем-то очаровался, да, есть какое-то чувство, и он его облекает в слова. Либо в Вашем случае у Вас просто идет слово, и оно во что-то выстраивается в какой-то... Ну, наверное, и так и так бывает. Ну, я не знаю. Наверное. Спасибо большое. Да, спасибо Вам большое за внимание. Да.